Я, кстати, недавно читал во время Первой мировой войны, в продолжение того, британский премьер-министр Ллойд Джордж, он сказал, что мы боремся с тремя врагами. С Германией, с Австрией, с пьянством. И пока самым сильным оказывается пьянство. Это было тяжелее всего. Но пьянство – это симптом. Ну, на самом деле, ведь и введение сухого закона в Соединенных Штатах – это последствия Первой мировой войны. Когда стало понятно, что пьянство подрывает производственный процесс, во многом введение сухого закона стало результатом той мобилизации экономики. Вильсон ведь был таким довольно левым в своих воззрениях. Той мобилизации экономики, которая произошла в году Первой мировой. Нельзя бороться с симптомом. Нужно бороться с причиной. И пьянство. Смотри, современное поколение, не твое, но поколение, которое появилось. Ты и мое, на самом деле, намного меньше пьет. А следующее пьет еще. Пить будет еще меньше. Потому что изменились условия. Почти не курят. Ну, в России курят, к сожалению. Ну, вот, опять же, вот таких вот. В Москве очень мало из них курят. Пьют еще меньше. То есть, ну, понятное дело, выпить-то... В общем, симптомы. Симптомы не причины. Нет, я совершенно согласен. И бороться нужно с причинами, а не симптомами. Это и наркомания та же самая. Вот эпидемия наркомании в Соединенных Штатах. Ну, мы же видим, где она происходит. В шаштежских поселках, где люди оказываются выброшены из социальной структуры. Из всего выброшены, выкинуты. Собственно говоря, после этого начинается эпидемия наркомании. Поэтому когда вам... Когда кто-то рассказывает о проблеме наркомании, о проблеме алкоголизма и пытается бороться с симптомами, а не с причиной, ну, вы можете точно быть уверены, что перед вами стоит какой-то полный дурак. Потому что побороться с запретами со социальной бедой... Ну, я здесь как полный дурак скажу, что я против... Я за запрет тяжелых наркотиков, в том числе... Тяжелый наркотик, на самом деле, существует один-единственный. Это героин. Ну, это запрет героина в любом случае. И он так иначе должен быть незапрещен и декаминализован. Об этом у меня есть отдельное видео, называется «Город без наркотиков». Посмотрите монолог, где я подробно объясняю, почему запретительная политика не работает. Особенно она не работает в странах, где эпидемия уже происходит. Из-за экономических причин. Хочешь посмотреть? Нет, ну, на самом деле, мы сейчас опять же уйдем. Понимаешь, в чем дело? Один из таких вечных вопросов, которые есть в Америке, да, сводится к тому, значит... Я сейчас не про свободу употреблять, что хочешь. Сейчас, сейчас, смотри. Сводится к тому, значит, запрет или разрешение на оружие, как они влияют на уровень преступности. По этому поводу выпущено такое фантастическое количество статей с разными кинометрическими оценками. И, в общем, ответ заключается в том, что нету никакого однозначного... ответа. Непонятно. Ну, никакого явного эффекта, значит, разрешения или запрет на оружие в каждом из штатов, он... Ну, вот нету какого-то такого абсолютно явного, значит, удостоверяющего взгляда, с которым были бы согласны там подавляющее большинство экономистов. Непонятно. Вот почему-то человек не поддается полностью математическому анализу. Ну, может быть. То же самое касается, значит, с историей с наркотиками. Ну, да, есть там примеры успешной декриминализации наркотиков. Но, опять же, отдельные примеры мало о чем говорят, и здесь мы можем, опять же, бесконечно спорить. Ну, смотри, вот ты сегодня мне рассказывал про экономические законы. Есть... Мы согласились друг с другом, что существуют стимулы, они влияют на поведение людей, да? Да. Конкретный экономический стимул. У тебя есть сверхприбыль, которая создает нелегальный сбыт наркотиков. Эта сверхприбыль возможна только из-за того, что наркотики запрещены. Почему бы не сдемпинговать эту цену, обеспечив существующий контингент зависимых людей дешевыми наркотиками по себестоимости, как, например, происходит сегодня в Португалии, да, через клиники, которые не продают свободно эти наркотики, которые продают их тем, кто уже зависим, кто уже потребляет их на улице. Это уже вопрос лечения на самом деле. Нет, нет, я сейчас про экономику прочистую говорю. Хорошо. Таким образом сдемпинговать цены уличные и уничтожить наркомафию, которая не будет обладать больше ресурсов и мотивацией для того, чтобы подсаживать наркотики новых людей. И более того, этим стимулом перестанут обладать сами наркоманы. Почему? Потому что они перестанут кормиться с людей, которых они подсаживают. Ну, замечательно. Простой экономический стимул. Здесь есть два эффекта, да? С одной стороны, значит, наркомафию, которую есть ярко перевели, у нее есть стимул, значит, больше распространять этих наркотиков. С другой стороны, есть у нас сторона спроса. Чем ниже цена наркотики, тем больше людей их будут потреблять. Какой из двух тех? Нет, мы сейчас... Я совершенно иначе картину написал. Уже зависимых наркоманов... Уже зависимых наркоманов? Это вопрос вообще лечения. Нет. Лечение отдельное. Я не говорю, что не нужно лечить. Лечи. Я говорю, что есть экономические стимулы. Ты против них не попрешь. Давай работать в парадигме этих экономических стимулов. Хорошо. Уничтожаем сверхприбыли, которые приводят в сбыть наркотиков. Это можно сделать путем уничтожения самой ликвидной части населения, то есть зависимых наркоманов, которые находятся на крючке в этой наркомафии. Демпингуем цены. Решаем таким образом две проблемы. Первое. Это стимул экономический наркомафии подсаживать новых людей, потому что она больше не может рассчитывать на сверхприбыли. Второе. Это разрушаемый экономический стимул, который заставляет зависимых наркоманов подсаживать людей, с которыми они не знакомы, для того, чтобы потом вместе с ними торчать и кормиться уже с их имуществом. Вот два экономических стимула. Я тебя умоляю. Пожалуйста. Что тебе не нравится? Про то, что уничтожаем часть каких-то наркоманов. Нет. Стимулы уничтожаем. Господи, я не правильно услышал. Стимулы. Окей, хорошо. Смотри. Нет, ну, опять же, если мы говорим только уже о тех, кто зависим, замечательно, да, значит, мы уничтожаем возможные, значит, спрос со стороны наркомафии. Замечательно. У наркомафии, значит, остается стимул других людей подсаживать на эти наркотики. Нет. Нет, потому что они не будут выгодополучателями. Они подсадят человека, и этот человек тут же пойдет потреблять наркотики где? Там, где они дешево доступны. Они не могут себе организовать кормовую базу. Хорошо, смотри, вот у человека, да, значит, очень высокая цена на наркотики, да? Значит, у него теперь цена на наркотики резко падает для него, потому что у него теперь высокая цена на наркотики только для первого раза. А издержки-то не меняются для наркомафии? Вот те издержки, которые приводят к... Так, замечательно. Смотри, с одной стороны, у наркомафии меньше стимулов подсаживать людей на наркотики. С другой стороны, у людей намного больше стимулов подсаживаться на наркотики, потому что только первая покупка дорогая, а все остальные дешевые. У них растет спрос на наркотики. Нет, абсолютно не так. Нет, потому что наркомафия, бизнес-модель наркомафии, она не может поддерживаться в тех условиях, которые мы создаем. Потому что все те издержки, которые она может нести в условиях сверхприбыли и большого сбыта, она не может нести эти сверхиздержки. А, в том смысле, что она потом не будет... Да, она не может нести те же самые издержки в условиях, где она не может рассчитывать на долгосрочную прибыль. Хорошо, окей. Значит, тем не менее... Хорошо, значит, у наркомафии исчезает стимул подсаживать людей на новые наркотики. Но это не означает, что наркомафия в принципе должна исчезнуть, и первая продажа этих самых наркотиков, она все равно будет возможна. Она будет возможна, но она будет экономически невыгодна. Почему невыгодна? Потому что... Слушай, это economy of scale называется. Потому что те издержки, которые ты можешь нести, когда ты продаешь, не знаю, 10 тонн, это не издержки, которые ты можешь нести, когда ты продаешь килограмм. Окей, цена на наркотики на первый раз, чтобы купить наркотики, теперь повысится втрое. А цена на будущие покупки наркотиков, на все будущие, понизится в 10 раз. Так издержки повысятся больше, чем в 3 раза. Хорошо, пусть в 10 раз повысятся издержки на то, чтобы купить наркотики в первый раз. Нету клиентской базы сразу. Окей, а как мы это можем утверждать? Ну все равно, может быть, кому-то захочется. Так это вопрос оценки. Нет, нет, нет. Мы не можем это утверждать гарантированно, что не будет таких людей, которые не будут готовы. Поэтому я обращаю... Нет, слушай, ты сейчас уходишь в математику как раз, да, и в недоказуемость каких-то социальных... Да, конечно, я об этом и говорю. Есть, смотри... В экономике есть законы. Нет. Да. В данном случае нет. В данном случае нет. Ты только что согласен. Есть экономический стимул. Да. Экономический стимул рисует определенную картину. В экономике есть еще один простой закон. Чем ниже цена, тем больше спрос. Издержки повышаются. Замечательно. Покупка. Я поэтому сказал... Я не выступаю сейчас за легализацию, я говорю за декриминализацию. Смотри, издержки на первую покупку... Отличные издержки на первую. Тем более, если они еще и декриминализованы. Хорошо, мы смотрим только такую ситуацию, когда... О, я знаю контраргумент, давай, чтобы сразу в контексте сесть. Давай. Мы уже сегодня существуем в ситуации, где каждый человек, который хочет употребить наркотик, может его на улице достать. Уже сейчас. То есть мы достигли потолок спроса на наркотики. Так. В ситуации, которую я описываю, этот потолок уже повышается, потому что издержки, которые сегодня несет наркомафия, они оправдываются только сверхприбылями, которые она получает. Так как мы уничтожаем сверхприбыли на нее, так как мы уводим 99%, 95%, 90% ее клиентела, цена наркотика повышается. То есть выше того потолка, который существует сегодня, мы уже не прыгнем. Почему? Потому что повышается цена. Замечательно. А почему ты уверен, что не прыгнем? Потому что цена повышается. Ты сейчас должен утверждать в таком случае контрактивную вещь, что цена на наркотики повысится, и повысится одновременно спрос на эти наркотики среди людей, которые их не хотят, не употребляют. Смотри. Значит, вот в твоей модельке, где уже зависимый может получить для того, чтобы он мог получить эти самые наркотики в больнице, ему сначала нужно употребить эти наркотики, купив его наркомафию. Да. Вот он один раз покупает. Это сложная мысль. Нет. Ну, согласись, что это сложный шаг. Это уже два логических шага. Ладно, давай, действительно, мне кажется, уже скучно нашим будет. Мне кажется, нет. Мне кажется, этот разговор интересный. И посмотрите ролик «Город без наркотиков». Я об этом поговорю. Да. Субтитры сделал DimaTorzok